Девушки отдыхают И можно прогуляться вот вон там, старый город До старого города, но историческую часть сегодня не буду рассказывать Просто покажу, немножко расскажу вам свое мнение вообще о стране, о людях Ну все, как вы любите В общем, обзор, начнем с обзора нашего дома Так, это я на парковке Тут есть две дороги вниз к морю, вот там красивое А вот здесь интересное, потому что нужно проходить через дворы И дома других людей Это прикольно Так, сейчас, опа Это вот наша калитка Заходим Это наша кошка, которую никто не знает, как зовут Потому что она к нам прибилась случайно Стала у нас на пародии спать постоянно Вот родила котята, они, к сожалению, умерли И мы ее возили в госпиталь, делали ей УЗИ И что только и не делали Вылечили ее от всяких блох Глистов и всего остального Вот она теперь, типа условно, наша кошка Здесь зимой бывает самая низкая температура Обычно примерно плюс 10 Поэтому вот эти все цветы на зиму не убирают И они, естественно, уже все расцвели Тут у нас оливковое дерево На нем много действительно растет оливков То есть по-настоящему оно подоносит Здесь вот от него саженец есть Вот он И вот даже такой маленький На нем уже в прошлом году были оливки Но они никому не нужны Поэтому пропали Вот И черногорцы все строят очень серьезно и основательно У них в основном все из камня Облицовано камнем Везде все бетонное, каменное Деревянные постройки они не очень любят Хотя здесь много хорошего дуба Я уж не знаю, почему так появилось Вообще они люди очень основательные в быту, в хозяйстве Поэтому у нас есть Тут Коптильня Сейчас, если я разберусь, как ее А, она вот так открывается Сейчас, секундочку Вот такая коптильня Черногорцы вообще не дураки В плане пожрать У них все всегда серьезно В этом смысле Тут вот можно шашлыки делать И вот прям можно коптить мясо Есть даже дымоход Такой прям настоящий, правильный Мы уже ее опробовали Работает отлично Жарит, коптит Просто огонь Так, и То, что Не всем может быть Знакомо Как вы думаете, что вот это у нас Ну тут сейчас Листья пойдут Будет все зеленое, да Это похоже на виноград Но на самом деле это не виноград Это киви Здесь растет очень много киви В Черногории И они дают прям Очень много плодов Прям все в гроздьями Как виноград Висят Поды Их прям реально много И дает очень хорошую тень И очень много Получается киви Это что у нас? Это фрукт, да? Я вот, например, не знал, что Оказывается киви Оно вьется как виноград И можно использовать Вместо крыши Оно по домам дальше идет Растет Цветет красиво И плодов очень много Так, ну это понятно Это еще оливки Тут оливки везде Так Тут у нас Начнем просмотр с людей Это у нас Вероночка У нее сегодня день рождения Единственный день в году Когда она может публично Изъявлять свое мнение и волю С днем рождения Ну я себя контролирую Здоровья Вот и надарили кучу цветочков Это, в общем, у нас Первый этаж Я даже не знаю Это квартира или дом Это квартирный дом, да, наверное Можно так назвать Потому что здесь все строится на горах Вот такие пространства Строят они вполне по-европейски Все очень серьезно Основательное Всякие кухни Посудомойки Холодильники У нас даже тут есть Духовка, да? Да Мы уже что-то пекли в ней Вот У Вероны есть шампанское И много другого алкоголя Можно побольше Так, это у нас мужская комната В смысле? В прямом Это моя комната? Нет, это мужская комната Великолепная веранда Вот это вот моя великолепная веранда? Нет, нет Это все мужская комната Не слушайте ее Женскую комнату я вам сейчас покажу Вот эта вот часть Это мужская половина Я планирую здесь сделать Большую штору Какую штору? Плотную Не слушайте ее Я вам сейчас покажу Женскую комнату Плотную штору Это наша с Адамом Здесь Это, во-первых, Адам Здравствуйте Познакомьтесь Мы недавно узнали Очень хорошую новость для Адама Это вот наши фигурки Вархаммер Здесь Вархаммер смешанный С Фоллаутом Это вот машинка у нас Из Фоллаута Такая застаренная Но в основном У нас тут Вархаммер Да, у нас здесь Кто? У нас тут Гномы Крысы И эльфы Да Так, вот у нас Крысиные Ассасины Убийцы Бегут Ну, типа, люди С хвостами И с головами крыс Такой фэнтези Расса А, эльфа, покажи У нас тут где-то еще эльфы есть Вот Ну, вот Эльфы Если хотите Я могу отдельно Прям запилить передачу Про наши Армии Вот Тут же у нас Да, вон Это когти смерти Какого-нибудь Да Это у нас Герой Фоллаута Да Тут же у нас Эльфийские башни Драконы Мегатонна Если Фоллаут Гоняйте Знаете, что это такое Неразорвавшаяся бомба Вот И недавно Мы узнали Очень хорошую новость Для Адама Мы нашли его Настоящих родителей Поговорили с ними В скайпе Они очень хорошие мужики Оба И Адам Сейчас собирает вещи Скоро приезжает к ним Не хочу Не хочу Так Вот вам Показываю Что тут еще обычно есть В домах Потому что Почему-то, кстати, многие думают Что черногорцы живут В каких-то тоже хижинах Ну, типа, как в Африке Вот женская комната Вот женская комната Это правда Тут есть все для жизни Стиральная машина Рукомойник Туалет Верона тут может спать стоя И она сюда приходит плакать Когда ей нужно Вот Еще Душевая Здесь В Черногории Почти нигде нет ванн Мало проектов С ваннами Да, Верон? Но туалетов Они Душевых Делают Помногу Всегда Мне это очень нравится Это у нас Гостевая Такая спальня Небольшая Вот Потом у нас Есть Спальня Мальца Ну, он скоро Приедет Я вам уже говорил Да, но вот Здесь Нормальный Мужской Беспорядок Все Все правильно Как у настоящего Мужика Так И Тут Дни рождественские Шарики А, кстати Лестница Прикольная Такая Вот Видите Дизайн Дизайнерская Лестница Идем Наверх Мы Любим Всегда Жить Чтобы Потолок Был Очень Высокий Получается За счет Того Что Здесь Нету Пола Да У нас Очень Высокий Потолок И огромное Пространство В Черногории Не такая Хорошая Погода Как В Африке Например Тут бывает Прохладно Поэтому Много Времени Проводишь Относительно Ну Сравнивая С тропиками Да Проводишь Тут тоже Балкон Пока Мы его Еще не Освоили Проводишь Помещение Поэтому Я считаю Что помещение Должно Быть Большим И Красивым Как Как Верона Вот Это Мастер Бет Спальня Вот Тут Все Стандартно Душевые Туалеты Всякие Женские Штуки Я считаю Что нормальный Мужчина Чаще Раза В неделю Мыться Не должен Зачем Так Много Душевых Непонятно Вот И Сейчас Вам Немножко Покажу В окно У нас Будва Маленький Городок Верон Сколько В Будве Населения Не знаешь 10 тысяч Всего Говорят Что летом Когда приезжают Туристы До 100 тысяч У нас Увеличивается Население Вот Там Старый Город Смотрите Прям Видно Вот Крепостная Стена Видите Там Очень Много Всего Интересного Я подготовлюсь И Пойдем Погуляем И Там Вот Есть Поселки Например Вот Вон Там Один Второй Третий Там Тоже Такие Маленькие Долинки Типа Как Будва И Там Люди Живут Мне Очень Нравится Что Здесь Сочетание Такое Море И горы То есть Да Всегда Везде Есть Горы Есть Море И Мне Интересно Там Совсем Высоко Есть Дома У Людей Мне Интересно В таком Доме Когда Нем Пожить Мы Давно Хотим Но Сейчас Подыскиваем Место Такое Чтобы Высоко В горах С видом На Море До Горизонта Чтобы Даже Италию Было видно И Сейчас Пойдем Немножко Пройдемся По Тропинкам Тут Довольно Такие Романтические Переходы Между Дворами И Посмотрим Что Там Еще Есть Интересного Верона Когда Мы Пойдем Гулять Сколько Можно Смотрите Пока Верона Собиралась Красилась И Фото Теперь У нас Это Все Изменилось В природе Месяц Прошел Мне кажется Пойдем О Наша Кошка На дежурном Месте Вот Смотрите Пока Верона Собиралась У нас Это Что Это У нас Киви Киви Листер Спустила Нормально Ты Собираешься Верон Вот Как Вы Боретесь Когда Ваши Тети Долго Красятся И Одеваются Смотрите Так Мы Пойдем Этой Дорогой Через Дворы Это Намного Интересней Во-первых Во-вторых Я Никогда Не Видел Верона Тоже Никогда Не Видела Как Цветет Киви Я Думаю Что Многие Из Уйдет Я Сфото Кому Интересно В Инстаграме Посмотрите Подожди Не Убегай Черногорцы Живут Большими Семьями Как Правило Строят Дома Рядом Поэтому У них Интересно Чтобы Из Одного Дома Пройти В Другой Часто Нужно Проходить Через Дворы Соседей Которые Являются Родственниками Ну Вот Кстати Тоже Киви Над Нами Очень Хорош Тень Дает Я Вообще Про Киви Не Знал Такого Совсем Вот Тоже Штука Которую Видел Впервые В Черногории Впервые В своей Жизни Это Апесины Которые Висят Здесь Получается С августа Или Сентября Где-то Сентября Они Тут Висят И Причем Они В отличной Сохранности Листьев Не было Они Всю Зиму Висели Мы Несколько Раз Срывали Пробовали Они Прям Норм То есть Их Можно Кушать Мне Интересно Когда Они Уже Падают Но Сейчас Уже Не Очень Да Пару Месяцев Нат Они Были В Отличном Состоянии И Наверное Когда Цвести Дерево Начнет Апельсиновое Да Они Плоды Попадают Старые Так Идем Такими Задвор Сегодня Поболтаем Про Черногорию Вообще Мы Вам Просто Расскажем Своё мнение Вот Кстати Дом Побогаче Такой Приличный Тут В принципе Все дома Приличные Черногорцы Очень любят Строить Приличные Дома Вот Но Бывает Попроще Бывает Побогаче Это Побогаче Так Вот Мы Что Хотели Рассказать Мы Расскажем Про Черногорию Про Свои впечатления Своё мнение Вот Мы Какое-то Время Здесь Относительно Часто Проживаем По Несельки Месяцев Сейчас Приехали Прям Надолго Ты Тут Сколько Уже Верон А В общей Сложенности Ты Сколько Тут Лет Уже Тусишь С 2008 Да Получается Сколько 13 лет Да Вот Первое Черногория Это не Евросоюз Пока До сих Пор Хотя Они Очень Активно Пытаются Сюда Пробиться И Есть Слухи Что Их Туда Скоро Все-таки Берут Да Мы Что-то Об этом Слышали Так У нас Первый Момент Про Который Мало Что Знают Наши Соотечественники Черногория У нас Вообще В Евросоюзе Или нет Расскажи Верон Черногория Все еще Не Не падать Все не В Евросоюзе Но Сейчас Последние Документы Уже Подписаны В ближайшие Полтора Года Черногория Должна Вступить В Евросоюз Если Ничего Не Поменяется Обещают Что К началу 23 Года Уже Все Будет Готово И Сейчас Все еще Действует Программа Вот Это По Получению Черногорских Паспортов До Конца Этого Года Есть Такая Программа И Потом Сворачивают Как раз Для Того Чтобы Соответствовать Требованиям Евросоюза Потому Что В Евросоюзе Такие Штуки Делать Нельзя Сейчас Подожди Я Уютный Дворик Увидел Тут В принципе Все Уютненько Вот У них Они Прям Любят Все С Цветочками С Газончиками Сейчас Чик Чик Вот То есть Получается Сейчас Чтобы Попасть В Черногорию Шенген Не нужен Для русских Без Виз Раньше Давали На месяц Сейчас Из-за Ковида Чтобы Прилечь Туристов Дают На 90 Дней Да Это Идет Даже Не Виза Это Идут Штамп В паспорте По Приезду И Довольно Часто Такие Вещи Устраивают К Сезону Но Сейчас Понятно Что Стараются Привлечь Еще Больше Людей То есть 90 Дней Стараются По Прилету И Можно В течение Полугода Этим Пользоваться То есть Можно Уезжать Возвращаться Обратно И Здесь У нас Рядом Точно Такая Же Безвизовая Временно Албания И Если Не Ошибаюсь Хорватия По Моему На 30 Дней Сейчас Дает Но Неверенно Сербия Точно Так Же 30 Дней Для Россиян Без Виза Можно Ездить По Ближайшим Странам Так Мы пока Болтали Спустились Вниз Сейчас Просто Прогуляемся До Старого Города Значит Про Климат Да Климат Здесь По Книжкам Получается По Науке Он Называется Субтропическим То есть Здесь Растут Пальмы Апельсины Киви Виноград И все Остальное Но При этом Зима Конечно Же Есть Зимой У нас Примерно Плюс 10 Да В среднем 8-10 Градусов Именно Здесь На Побережье А в Горах Бывает И До Минут 20 То есть Получается Что Зимой Очень Комфортная Температура Внизу На Побережье Где Все Живут Но При Этом Пару Часов На Машине И Ты На Хорошем Горнолыжном Курорте То есть Курорты У них Тут Присутствуют Там Все Нормально Сервисом Есть Где Кататься Есть Трассы Сноуборды Лыжи Напрокат Со Своими Можно Все Есть А Летом Сколько У нас Примерно Я Что Про Жару Мало Знаю Здесь Среднее Наверное 25 Трик Градусов Но Есть Очень Жаркий месяц Июль Наверное Когда Начинается Прям Пекло И температура Подбежается За 30 Довольно Жарко Но Почему Это Считается Самым Классным Сезоном И В Это Время Года Все Пряжи Даже С полотенечком Со Своим Особо Негде Прям Так И На Мой Взгляд Такой Довольно Серьезный Плюс Черногории Что Это Вроде Как И Славяне Пойдем Верон Но При этом Здесь Как Все По Европейски Совсем Дело В том Что Здесь Жили Всегда Греки Римляне И Собственно Здесь Была Австрийская Империя Австро Венгерская Ну Вот Может Быть Они Приучили Как То Наших Братьев Славян Чистоте Порядку Здесь Очень Чисто Все Очень Культурно Домики Все Ухоженные Вот И Как То Получает Что Мы Славяне Так Тоже Можем Вот Что Мы Можем Жить По Европейски Вот Прям В этом Районе Где Мы Сейчас Гуляем Мы Несколько Раз Рано Утром Когда Встали Видели Как Моют Вот Этот Вот Тротуар Шваброй Шампунем Вот У нас В России Не знаю Такое Конечно Где-то Есть Наверное Но Если Учесть Что Это Маленький Провинциальный Городок Я Одна Из Главных Улиц Как Улица Называется Не Знаешь Улица Улица Тут Еще Есть Такая Странная Штука Прикольная А пойдем Пройдемся Туда А потом Вот Так Крепости Тут Еще Такая Странная Прикольная Штука Здесь Очень Часто Нет Адреса Вот То Здесь Например В Будве Население Десять тысяч Человек Все Друг друга Знают Поэтому Вы можете Спокойно Таксисту Сказать Например Что мне К дому Какого-нибудь Драгубержича Который Работает в школе Учителем И все Такие Да Да Хорошо Мы вас Сейчас Везем Вот Вы можете Загуглить Карту Ну То есть На гугл Мэпс Посмотреть Да У многих Улиц Нет названия Нет номеров Дома У нас На доме Есть номер? Нет У нас На доме Номера Нет У нас Название Дома А название Дома Это Фамилия Владельца Правильно? Ну вот Семьи Владельца Да А когда Владелец Кстати Меняется Что происходит Название Тоже Меняет Он Не меняется Это же Семейное Вот это Вот Нет А если Например Жили Какие-нибудь Драговича Потом Купили Его Рафаиловича Что Будет Я думаю Что Он поменяется На Рафаиловича Но Как Правило Из-за того Что Семья Все равно Остается В этом доме Такое происходит Довольно Редко Ладно Дальше Следующий Момент Здесь В Черногории Что еще Мне нравится Здесь Ну вот Обычно Люди Так устроены Что мы Любим Море И горы Кто-то Любит Горы Больше Кто-то Море Больше Но Как правило Мы любим И то И то Вот Здесь Это все Присутствует Вместе Одновременно То есть Здесь Везде Море На фоне Гор А это На что Это у нас Строят Жилые Дома Новая Губа Это Такой Проект Квартирный Дом Здесь Несколько Домов Сейчас Которые Строятся На первой Линии Ирон Подойди Пожалуйста Сюда То Тебя Не слышно Будет Да Я говорю Что Несколько Здесь Домов Строятся На первой Линии Получается Море Потому что Перед ними Ничего Нет И У них Очень красиво Из окна Будет Деревья Видно И Всю Набережную Старый Город Там Всякое Окей Спасибо Да Сейчас Идем Так Следующий Вопрос У нас Язык Вот Язык Очень Легко Изучаемый И понимаемый Для русских Людей То есть Его реально Легко Понять Есть Какие слова Прям совсем Похожие В принципе Ты сразу Понимаешь О чем Речь идет Есть Что-то Совсем Не похожее И Как в Польском Вот Еще у нас Тут какой-то Дом Огромный Строится То есть Тут Сейчас Европейцы Американцы Канадцы Швейцарцы Итальянцы Французы Очень много Покупают Недвижимости Ну и русские Само собой Важный момент То что Стройка Сейчас Активно Идет Потому что К началу Сезона Они обязаны Все прекратить В сезон Стройка Запрещена Вообще Все шумы Поэтому Сейчас Все Все силы Брошат На то Чтобы Все Поскорее Закончить К первому Июня Там Да Да Это важно Потому что Ты приезжаешь отдыхать И Тебя должна Сопровождать Конечно же Тишина Поэтому У них Очень хороший закон Стройки Нету В это время Так вот Рассказываю А как он называется Сербский Нет А как Нет Язык у нас здесь Черногорский И только так Но на самом деле Это сербско-хорватский Язык Слышно было? Да На самом деле Это сербско-хорватский язык Один и тот же язык Просто Так как Югославия вся Разъединилась По своим Вот этим Небольшим Кусочкам В каждой стране Теперь свой язык Категорично Очень Ну то есть Это Черногорцам сказать Что они по-сербски Да Это сербский Но он ничем Совсем не отличается Но черногорцы Сильно обижаются Когда называют его сербским Они говорят Что он черногорский И тут много приколов Многие слова Называются То есть Звучат так же Как в русском А значение у них Совсем другое Например Лук Да Лук Верон Лук Это лес Да То есть У нас Лук Это сами знаете Что А у них Это лес Лушкица Это типа Полесок Какой-то Как-то так Приводится А эти Там Позор Позор Это Это что такое Там какие-то Уважения А позор Это уважение Да Типа хлопчик Позорный Это значит Уважаемый человек Ну как в польском Вот А здесь У нас Байкерс Байкерс Френдли Ресторан То есть Здесь владелец Сам На хорлеях Катается И тут Тусит Много байкеров А? Не знаю Что-то такое Вот у нас Хонда Голд Винг Это Днепр Военный Или подвоенный Заделанный Так вот Мы с Вероной Нашли Один раз В гостинице На горнолыжном Курорте На Этому На жидком мыле Было написано Сапун Текучий То есть Жидкий Это текучий А сапун Это я знаю Откуда Потому что на тайском Мыло тоже сабу Это с португальского Вообще На самом деле Вот То есть Язык легко учится И в принципе Даже если мы хотим Понять О чем идет речь И черногорцы Понимают Что мы русские Они просто медленно Говорят Стараются говорить Попроще Ооо Там дети Что-то Выиграли Вот То Это все Вполне реально То есть В отличие от того Например Таиланда Или там От Танзании Тут можно понимать Друг друга Без какой-то Специальной подготовки Так Еще Такой момент Для кого-то он важный Для нас не очень Здесь все Сильно православные То есть Здесь модно Принято быть православным Вот Все православные Много православных Церквей Икон Это самое вкусное мороженое Здесь самое вкусное мороженое В Черногории Вот Верон тут проводит Все свободное время Вот И собственно Все кто увлекается С этой темой Хотят там Молиться Отмечать праздники Но при этом Не возвращаться в Россию Могут все это делать С удовольствием делают Так Все какой момент Черногорцы Очень здоровые Все Они очень высокие Вот Я У меня метр восемьдесят шесть Я тут очень среднего роста И Очень-очень Много молодых девушек Которые ростом Как я Вот Для меня это конечно Очень непривычно Особенно после проживания После двадцати лет В Таиланде Парни Часто Не знаю Процентов пятьдесят Выше чем я Вот Причем не только парни А и пожилые дедули Мужчины в возрасте Тоже как я Или выше меня Они такие довольно массивные И серьезного Такого крепкого телосложения Ну вот кстати Почему так Никто не знает То есть Бегать по саваннам Им не нужно было Они жили в горах Много лет подряд Да Много веков Ну вот собственно Как объясняют Современная антропология Что они большие Потому что они большие И все Вот так вот Такие объяснения Я предлагаю на набережную? Да Сейчас пойдем Сегодня моя любимая погода Наша Вон там смотрите Горы Море Яхты Вот это у нас набережная Значит Мы пока про плюсы Потом я расскажу вам про минусы Да Значит Что еще из плюсов Черногорцы Очень-очень спокойные Прям совсем очень спокойные Я вижу несколько причин для этого Ну во-первых Здесь все друг друга знают Вот у них клановость То есть У них прям Такие настоящие Кланы Скорее всего Дело в том Что в горах Жизнь тяжелая Да Они ж не зря сюда попали В горы Я думаю Что это в течение Каких-то войн Переселений народов Скорее всего Произошло Что они получили Не очень уютное И удобное Для проживания Место Здесь практически Нету Подородной земли Ну я не знаю Может быть процентов 5 Где-то так От общей территории страны Да Вот В горах жить тяжело Поэтому они вынуждены Были объединяться В такие Семейные кланы Или тейпы Как у шотландцев Как на Кавказе Вот Чтобы выжить просто Значит Кланы у них Сохранились до сих пор Они поддерживают Очень-очень Тесные семейные связи Они живут все вместе Огромными семьями Очень часто Прям стоит Деревня Поселок Там несколько тысяч человек С одной фамилией Ну например Там какие-нибудь Рафаиловичи Там в основном Все Рафаиловичи Вот дедуля сидит После рыбалочки Наверное Вот И Ну это как бы Мои домыслия Да И они себя ведут Хорошо В основном По причине того Что все друг друга знают И какое-то негативное поведение Там допустим Драка в баре Какая-то Ты слышала здесь Про драки Верон Я что-то не слышал Я никогда Только русские драки Русские драки Понятно Это ясное дело Какая-то драка Или там попытка Там какую-нибудь девушку Куда-то там Затянуть Что-то с ней сделать Да Просто неприличное поведение Это естественно Сразу же урон Для репутации Всего клана Поэтому Они сами следят Родственники За всеми своими хулиганами Вот И их очень быстро Утихомиривают И все себя ведут Действительно Крайне прилично Вот просто Крайне прям прилично Вот Все всегда Очень спокойно Степенно И они стараются Это вот наш знакомый рыбак С ним Адам Ездил на рыбалку Что-то им Два пискаря поймали Да каких-то Ну мальцу понравилось Это главное Вот Поэтому они себя ведут хорошо Так Сейчас мы мимо музыки Громко пройдем Там ребята отдыхают А? Там у ребят прям О-о-о О-о-ля-ля Отлично Смотрите Вот И вот рыбаки Тут же продают Креветки Свежие Мидии Устрицы Креветки Рыба И все остальное Ребята молодцы С комфортом отдыхают Так вот Поэтому здесь Практически нет преступности Она крайне мала Крайне редка Я сталкивался С очень странными ситуациями Даже для Таиланда Это странно Хотя у нас тоже Там низкая преступность Ну извините Что я сравниваю все с Таиландом Я все-таки там живу Да А вы можете мысленно сравнивать с Россией Так вот Человек паркует машину Возле дома И он понимает Что она будет мешать кому-то проехать И знаете что он делает У нас в России я знаю номера Оставляют Да Телефона А тут оставляют ключи Чтобы человек которому машина мешает Сел в машину Ее немножко там перепарковал Проехал И ее поставил Ее потом на место Причем я видел В эту ситуацию Веронин папа При нас вот так вот Перепарковывал машину Какую-то Незнакомого Какого-то человека Вот кстати Вода очень чистая Здесь Вон видно Большое скопление рыбок Они там что-то Мороженку какую-то доедают Вот И По этой же причине Клановости Ну это я так предполагаю Местные девушки Значит здесь Ведут себя тоже Крайне прилично Мы специально Прям изучали Вопрос проституции Или что-то такого Не очень тяжелого поведения И не нашли вообще ничего Да вот смотри Кот спит Рыжий На дереве Хорошо устроился Ресторанный Мы ничего не нашли То есть прям вот Ну нету Вот совсем нету Вот Еще момент Сейчас Туризма практически нет Вот эти все люди В кафешках Это местные жители сидят Вот Тоже надо рассказать Про менталитет Значит они очень спокойные Степенные Я говорил Да И Здесь Очень-очень Мало Крайне мало Людей Вообще Работает Это для нас Прям Большая загадка Мы много лет Вообще не могли понять За счет чего Страна существует Вот яхты Побогаче Тут уже стоят Я кстати с тобой Не соглашусь По поводу туризма Которого сейчас нет Ну мало его совсем Потому что сейчас То место Русскоязычных туристов Которые мы привыкли Сейчас заняли европейцы Ну да Хотя где-то ездить Немцы, французы, швейцарцы Всякие Сейчас англичане И сейчас Большинство отелей Забиты В принципе Европейцами Европейцами На выходные Практически Вообще Нигде нельзя сесть Нет, я знаешь про что? Я про то, что Массового Большого туризма Сейчас тут нету Вот Я один на натороллере Пропустил Верону Что здесь сейчас Большого туризма нету Как русские По 5 самолетов В день прилетали Такого же нету здесь Правильно? Да Ну и как бы Обычно вот на этой площади Куча народу В это время уже Тоже никого нет Так вот Вернемся обратно К менталитету Черногорцы крайне Любят работать Первое время Когда мы приезжали Сюда Мы были уверены Что Ну вот Ладно Они как бы Не любят работать Но официанты Все Это черногорцы Да Ну мы как С кем мы сталкиваемся С официантами С кассирами С поварами Там да С какими-то Будучи в отпуске Там кальянщики Не знаю Кто там еще Таксисты Вот И наверное Когда лет 5 назад Для меня было шоком Когда я узнал Что это все Приедшие полностью Это все Оказывается Сербы Албанцы Кто еще Македонцы Македонцы Боснийцы То есть здесь Много маленьких стран Приезжают работать И собственно Это не черногорцы Вот Я очень сильно удивился Когда об этом узнал Не поверил Мы позвали официантов Ну звали официантов Спрашивали Да Казалось приезжие Язык то один и тот же Они тут хорошо адаптируются Значит черногорцы Сами не работают Что они делают Они целыми днями сидят в кафешках Ну как Какой-то процент работает Но небольшой совсем Для нас это конечно Очень непривычно У нас в голове не укладывается Причем смотрите По нашим наблюдениям Они вот утром встают Вон сейчас как раз Показываю кафе вам Да такое Значит приходят в кафе Заказывают Они утром завтракают дома Потому что здесь невысокие зарплаты Люди живут не прям Чтобы богато Да Вот они завтракают дома Приходят в кафе Заказывают там кофе Водичку И сидят до обеда трепятся Причем Тоже мы заметили интересную тему Что в одном кафе сидят Отцы с детьми Надо будет поискать Прям снять Да такие кафешки С колясками Прям с грудничками Кормят их бутылочками И сидят между собой трепятся Пьют кофе И все очень много курят А в другом кафе Отдельно сидят тети Красивые Красиво да Одеты Там значит в этих На каблуках У них все И Вот они сидят Сидят Приходит время обеда Они все сваливают домой Дома обедают И обратно расходятся По кафешкам То есть это довольно странно Такой балканский Приморский образ жизни Значит За счет чего страна живет Это долго рассказывать Если хотите Напишите в комментариях Мы вам потом Как-нибудь расскажем Да Может тут пройтись Потом В старый город зайти Вот То есть это вот по поводу Менталитета Поэтому очень-очень Безопасно Мы не слышали Про какую-то преступность Про преступление Здесь есть Цыгане Они у нас Из Албании Да? Из Албании Но они тоже Почему-то себя ведут Очень хорошо Они подходят Просят деньги Сдают Я видел бутылки Что-то такое Ну вот собственно В чем-то плохом Незамечены не были А один раз Они у Адама Украли коляску Там Потом проводили Было интересно Расскажи Там коляску Украли Оказывается Не они А две Не очень трезвые Русские женщины Как выяснилось По камерам Они сели в коляску И одна другую катала И они ее где-то бросили А цыгане Подобрали уже Какую-то брошенную коляску Но когда Мама моя Ее опознала Эту коляску Цыган Они очень быстро Ее отдали То есть получается У нас угнали У Адама Угнали коляску Смотри Там комодский варан В натуральную величину Причем Вон Деревянный Вот Оказывается Значит Русские Тетеньки Пьяные Угнали У мальца Коляску Потом ее Подрезали Цыгане Прошло какое-то время Веронина мама Просто шла по улице Увидела ее Сказала Это моя Они говорят Забирайте И отдали ей То есть цыгане Такие Безобидные Тоже Вот Что еще Про заповеди Сейчас вам расскажем Сейчас давай Уйдем Тут шумно Ветер дует Старый город Зайдем Ну давай Сейчас на песочек Выйдем Да покажем Вот вам Пожалуйста Потрясающая погода Тепло Но при этом Не жарко Ну тут Верона Как всегда Пили селфи Свои Вот Море Прохладное Всегда В Черногории Даже самое жаркое Лето Температура Градусов 25 Мне кажется Где-то воды Ну если сравнивать С нашим 29-30 Тропическим То да И мы спустились Вот где-то у нас Вон там дом Где-то вот Вот там Ну по крайней мере В окна мы смотрим Сюда Так вот Еще немножко Про менталитет И кстати Я хотел Поднять вопрос Отношения К русским К приезжим И смешанные браки Всегда интересно Все спрашивают Смешанных браков Когда Мужчина черногорец А женщина и иностранка Есть Но немного Опять же Да Они как Любая маленькая страна Любит себя Любая маленькая нация Да Любит себя Считают свою родину Самой лучшей Своих женщин Самыми красивыми И вообще Они самые офигенные Да Это присуще В принципе Что к камбоджийцам Что к вьетнамцам Что к черногорцам Это Население Любой маленькой страны Так мыслит Вот А браков Когда черногорка Иностранец Еще меньше Их вообще Прям единицы Совсем Например Чтобы была черногоркой Русским Мы такого даже И не слышали Да Ты слышала? Я не слышала Мы знаем Несколько Иностранцев Которые Женаты На черногорках Наших знакомых Русские наверное Тоже есть Но их немного Мы не слышали Да Ну то есть Совсем мало И Я спрашивал У черногорки Которые замужем За иностранцем Европейцем Она сказала Что семья была Категорически Сильно против И было много проблем Так же как в Таиланде Так же как в Таиланде В том же Да Например Вопреки Слухам На самом деле Тайки очень неохотно Выходят замуж За иностранцев Но вот Как бы Если хотите Тоже об этом могу Отдельно рассказать Так Дальше про менталитет Тут громко Местные жители Смеются Но я буду Погромче говорить У них есть Заповеди Так называемые Значит Как себя нужно вести Ну или Как себя правильно вести Значит У них Приветствуется Полный отсутствие Желания Работать Вот Начинается С того что Человек Рождается Уставшим И живет Чтобы отдохнуть Да Дальше Если ты Идешь по улице И видишь Что люди работают Отойди Не мешай Если ты идешь По улице И видишь Что люди отдыхают Веселятся Пьют Срочно им помоги Очень правильный Подход к жизни Вот Потом значит Такие Что если дело Можно перенести На завтра Значит его можно Не делать вообще Это кстати У нас остатки Еще греческой архитектуры Я подготовлюсь И погуляем Я вам прямо расскажу По истории Именно Будвы Будвы Именно Будве 2500 лет Городку С населением 10 тысяч человек Вот Тут еще Как с греков Все началось Вот у нас Будвянский котик Что-то мы ему не понравились Ты ему Верона не понравилась Скорее всего Мне кажется Он на тебя Как-то так Снегон Да Так что еще Про менталитет А Еще для нас Тоже Загадка Смотрите Мы много Путешествуем И как правило Ну и как Мы не спеша Путешествуем Да Как правило Иностранцы Везде Где мы приезжали Стараются Как-то подружиться Пообщаться Узнать Что-то новое Домой К себе Приглашают И в принципе Это первая страна Да Черногория У нас Где с нами Никто не хочет Вот так прям Дружить там Семьями Имеется ввиду Местные жители Они себя ведут Очень культурно Очень прилично Но в то же время Очень сдержанно Отстраненно Да Вот кстати Там еще Греческий Или римский Не помню Это я прям Отдельно буду вам Все показывать Они молодцы Все хорошо сохранили То есть Очень отстраненно То есть Пообщаться Если тебе нужно что-то Вот ты подходишь И говоришь Помогите мне Пожалуйста Я не могу Разобраться Не знаю Как вызвать слесаря Они тебе помогут Сами позвонят Слесарю Потом придут Спросят Слесарь приходил Нужна ли какая-то помощь Еще Вот Но при этом Чтобы там Слушайте Откуда вы А сколько вы тут живете А как чего Как здорово Приходите к нам в гости Давайте поедем К нам в деревню Ну как обычно Все делают И тайцы И там Танзаницы И все кто угодно Вот Черногорцы Таким не занимаются У нас несколько есть Версии Вот кстати Церковь Старинная Она развалилась Время землетрясения В 79 году Было землетрясение Потом ее собрали Заново Поэтому она такая Старинная И вроде и не очень А 7 Вот Верона говорит Что вот эта церковь 7 века 7 по 12 Они там Делывали Да Это все Мы еще будем Греческие А римские А римские Тут еще римские Развалины Сейчас нам Верона покажет Так вот У нас несколько версий Первое Что они просто стесняются Они вот привыкли жить Как бы Ну по сути Это даже Их городки маленькие Это как поселки Да По нашей категории И они стесняются Вот он сейчас придет Что я ему скажу А вдруг ему показывают Что у нас дома грязно Или там Ему не понравится наша еда Верон Тут проблема в том Что я джентльмен Вот смотрите И мы итальянцы Не можем Вот это вот В ваших Веселиствах Тут ходить В общем 5 и 6 век Здесь была Базилика А вот Да 5 и 6 век Базилика Базилика Это как Маленькая церковь Часовня Да Наверное Ну типа того Да Но это мы еще Все Вон там написано Это мы еще все Походим Посмотрим Вот Потом есть другая версия У нас Что это в связи С их клановостью То есть смотрите У них много кланов И они Каждый клан Ребенку С самого рождения Рассказывают Что наш клан Самый крутой Мы самые офигенские Мы самые красивые Умные Вообще У нас самые там Мужественные мужики Инженерные инженеры Вот Красивая мозаика И что там Зачем с кем-то дружить Если мы самые офигенные Зачем нам вот с этими Не пойми кем Дружить То есть у них даже Между собой Между кланами Есть как бы Конкуренция И когда есть Возможность Даже вражда Мы только сегодня С Вероной читали Про Первую мировую Что у них Во время Первой мировой Они Помимо того Что воевали Против фашистов Они еще Очень увлеченно Резали друг друга Вот Потом события Когда Югославия Развалилась Тоже знаете Да Что были все Против всех Я думаю Что скорее всего С этим тоже Как-то связано Возможно У них еще Обиды Которые столетиями Копятся между кланами Они поэтому Вот вроде как Культурные Но прям Чтобы вот так Зазывать домой И давайте Дружить Мы такое За ними Не заметили Пока И много раз Разговаривали Тут пожалуйста Много раз Разговаривали С ребятами Которые здесь Живут прям Безвыездно Много лет Они говорят Примерно То же самое Что ну Как-то вот Друзей Прям черногорцев У нас нету О смотри А что это Пшеница Или ячмень Очень прикольно Всяк Зерновое Что-то Как раз То на что У меня сейчас Появилась аллергия Ну вот оно Отцвело уже Вроде как Оно уже Отцвело Облонись Вот Но Одновременно Одновременно Это и плюс Почему Потому что Например Как вот в Танзании Ты идешь по улице И тебе пристает По 100 человек В час Да Привет Как тебя зовут Откуда ты приехал Пойдем ко мне в гости Вот смотри Фото моей дочки Вот мои дети Давай Да пойдем Да чего ты Да ладно Как бы Я часто Говорю в Танзании Что ребят Извините Мне нужно поработать Пожалуйста Отойдите Они обижаются Но здесь Они просто Вот прям Совсем нейтрально Относятся Вообще не замечают И это тоже На мой взгляд Вгляд И плюс И минус Да Одновременно То есть Хотелось бы Конечно С ними подружиться Понять их менталитет Но с другой стороны Мы тут Нафиг Никому не нужны И это тоже Приятно Так Дальше Идем Гуляем Образование И медицина Плюсы Да пока Перечисляем С этим Тут все нормально То есть Медицина Она есть Насколько Она прям Крутая Или Плохая Тоже Вот какие Прям Сам Очень старые Дворики Верон Давай тут Зайдем Посмотрим Вот У нас Малец Учится В школе Мы ничего Плохого Сказать Не можем Школа Как школа Вот Вот у нас Почтовый Ящик Такой Вот Кстати Черногорцы Очень Бережно Хранят Все Что касается Памяти О Второй Мировой Они Очень Сильно Гордятся Своими Героями Вот У них Было Очень Бодрое Активное Массовое Партизанское Движение Против Фашизма У них Очень Много Памятников Всяких Досок Рельефов И всего Такого В этом Плане Они Прям Молодцы Ну И Кстати Еще По поводу Менталитета Скажу Первый Век Офигеть Алтай Какой-то Вот Вот Еще Скажу По поводу Менталитета А что У нас Это колонка Рабочая Понятно А что На дереве Это не Инжир Инжир Такой Большой Уже Офигеть То есть Недели Через Три У нас Уже Будет Первый Урожай Инжира Туалет Только Начинается А может Побыстрее Надо будет Пройти Проверить Так вот Значит Еще Местные Жители Они У нас Это тоже Один из плюсов Да Они не Приемлят Как бы Особенно Много Приезжих Я об этом Говорил Как следствие Здесь Нету Программ По принятию Беженцев И этих Как они Называются Дотации Для безработных Да Ну да Нерегальных Иммигрантов Всяких Да Поэтому Здесь полное Отсутствие Того что Европу делает В данный момент Не очень приятным Местом То есть Латинская Америка Африка Пакистан И все остальное Их тут просто Нету Нету То есть Здесь Есть местные Жители Которые себя ведут Очень культурные Я уже объяснял Почему И тут Много Иммигрантов Ну как Последнее время Опять же Как много Но может быть Их там Пару процентов Да От общего количества Населения Это Обеспеченные Европейцы Вот Это тоже Один из плюсов Также Здесь присутствует У нас Довольно Высокий уровень Гомофобности Вот Мы видели На улице Граффити Прям Там было написано Пыдром смерт Да хоть куда Налево Направо Пойдем Вот Ну Это типа Сейчас Модно считать Что это Как бы плохо Но на самом деле Мне вполне норм Вот Я например Не хочу Чтобы моему ребенку Всякое такое Показывали Да Я имею ввиду Не гомофобность А наоборот Вот Так С этим разобрались По поводу Вернемся Образование Да И медицина То есть Ничего не можем сказать Нормальная система Образования Мне кажется Совершенно стандартная То есть Есть Государственные школы Бесплатные У нас же Феликс Бесплатно учится Да Вот У нас Да У Вероны У них Тут тоже Клановость Их Весь клан Приехал Сюда С Барнаула Давно уже И тут У нас Дети Учатся В детских садах В школах Вроде Все нормально Вполне Медицина Мы особо Не болели Тфу-тфу И не собираемся Вот Верона Был большой опыт Она тут Рожала Нашего мальца В Черногории И как бы Ты можешь Что-нибудь Плохое сказать Мне все понравилось Всем рекомендую Ей вообще Все понравилось То есть Плохого сказать Про Черногорские больницы Ну тебе врачи Показались Там грамотными Какими-то Да Мне очень понравились Врачи Мне очень понравился Подход Вообще Врачей И к больницам И к беременным Женщинам Они здесь Очень Относятся Легко И просто То есть Без каких-то Там Дополнительных Правил Четких Каких-то Инструкций И так далее Так Сейчас я еще Из плюсов Вспоминаю Что И перейдем К минусам Значит Из плюсов Несоменно Здесь Просто Супер Мега Круто И много Растут Фрукты И ягоды Вообще Все Я это Все Очень Дело Люблю Тут Десятки Сортов Винограда Апельсины Мандарины Вон Вы видели Инжир Клубники Малины Что там Все что Можно себе В принципе Представить Вот Это Прямо Фруктовая Фруктовая Страна Потому Что Горы Но При этом Климат Довольно Ровный Там Тупик Да А можем Снаружи Выйти Пройти Чуть Пойдем Погуляем Вот То есть В плане Ягоды Фрукты Все Ну Прям Пять Плюсом Я Вот Лучше Страны В этом Плане Не Видел То же самое С морепродуктами Сами Видите Да Здесь Все нормально С этим делом То есть Устрицы Мидии Рыбы Осьминоги Кальмары Всего В полном Объеме Полно И в отличие От того же Таиланда Это пока Все действительно Из моря То есть Таиланде Можно Вернее Не можно А 100% Креветок Которые Вы купите В Таиланде В магазине Где-то В ресторане Закажите Они будут С фермы Да Или крабы Например Тоже с фермы Здесь Все настоящее То есть Все прям Морское Это мы точно знаем Потому что Верона Есть хобби Значит Она хочет Отравиться Устрицами Во всех Странах мира Где их продают Вообще В принципе Поэтому Мы по этим делам Выступаем Часто и много Вот Верона Прямо Она хочет Собрать коллекцию Все страны Где отравилась Устрицами Коллекция Островлений Вот Также Здесь Потрясающая еда Вы уж Писали там В комментариях Что сходи В ресторан Покажи Еду Черногорскую Обязательно схожу Обязательно покажу Ребята Поверьте Показать Еще Там прям Вообще Огонь Ну вот А Пойдем туда Да За еду Вот Морепродукты Фрукты Ягоды И вообще Еда Сама по себе Мясо Выпечка Сыр Я прям Ставлю Вообще За все 5 плюсом Баллов И вам покажу Все Расскажу Подробнее Пизанские Врата Пизанские Врата Да Так Немножко Про Всякие Занудные Штуки Но вы писали Спрашивали об этом У нас как раз С нами Сейчас тут гуляет Специалист По этим вопросам Специалист по занудству Да Специалист по занудству Это у нас Налоги Насколько Легко Тут открыть Бизнес И Что у нас С получением Вида на жительство Прямо Такие вопросы Вы задавали Смотрите Какой балкончик Прикольный Вот А давай Ты вот тут Остановишься И нам Расскажешь Чтобы звук Хорошо получился Да Ну да Тут же Моряков Очень много Живет Да На фоне Моего любимого Инжира Который скоро Поспеет И мы обязательно Придем Проведать его Сейчас У нас Главный по занудству Расскажет вам Немножко про цифры Так Верон Расскажи Ты недавно Получила Вид на жительство Да Смотри Вопрос такой Вкратце Сколько это Заняло времени Сколько это Примерно Стоило денег Тут же вопрос Про налоги Пожалуйста Два слова Скажи нам У меня память на цифры Вообще ноль Я не помню ничего И расскажи Пожалуйста Про открытие компании Сколько стоит Открыть здесь Компанию И сколько это Занимает времени И еще вопрос Важный Для многих И для меня Тоже для нас с тобой Можно ли оформлять На свое имя Или как Во многих других странах Нужно брать себе В компаньоны Какого-то местного жителя Как много Занудских вопросов Все как я люблю Все как ты любишь Давай рассказывай Да Вид на жительство Я получила недавно Это у меня Заняло в ковид Ковид Это очень важно Потому что у нас Здесь был локдаун Два месяца Вообще ничего не работало У меня Это заняло Два с половиной Месяца Может быть чуть больше Но большую часть Из этого времени Я ждала справку Об отсутствии судимости Из посольства Потому что В России Она получается Там как-то В течение По-моему Десяти дней Или что-то такое Здесь нужно ее ждать 60 дней И еще записываться Там и так далее Сама процедура Да То есть можно Двумя путями Наиболее распространенными Вид на жительство Получить Первая Через покупку недвижимости Очень многие Так делают Включая Россиян Недвижимость Здесь можно купить На свое Собственное имя И также Можно оформить Это все Через Рабочую Визу Можно сделать Это на основании Работы у кого-то Тогда работодатель Всем этим занимается Или на основании Своей собственной Компании Которую тоже Можно на свое Имя Собственное открыть Не нужно Там вот как в Таиланде Часто бывает Да В каких-то других странах Что должны быть Учредители Из этой страны Что ты делаешь Работа У кого-то Ты имеешь в виду Что вы с Адамом Работаете на меня Я имею в виду Что мы больше Ни на кого не работаем Потому что я оформляла Через открытие Своей компании У меня теперь есть Своя собственная Компания В Черногории Открытие компании Занимает По-моему Неделю В общей сложности И разрешение Вот получается На работу Плюс Боровок Так называемый Или баравок По-разному все называют Еще где-то Это вид на жительство Да, это вид на жительство Еще где-то два месяца Вот у меня Это все заняло По деньгам Получается Разные компании Берут по-разному Я не делала Это сама Всегда доверяю Эти вопросы Юридическим Каким-то фирмам От 250 До 400 евро Стоит открытие Компании У разных фирм И где-то От 250 До 500 евро Стоит оформление Вот этого Вот вида на жительство Он делается На один год Через год он продляется На основании Либо документов От компании Либо на основании Все еще владения Этой недвижимостью Если не ошибаюсь Через год он продляется На год Потом его можно продлить Кажется еще на два года Или как-то так В общем По истечении пяти лет Продление Можно получить ПМЖ Так Что еще не сказала Налоги Налоги здесь очень классные Мне очень нравится Выплатить здесь налоги Потому что они составляют 9% Для физлиц Доход Получается как-то Налог на Доход Для физлиц И такой же налог На прибыль компании Поэтому очень многие Европейцы Где налоги Достаточно высокие Сейчас переезжают В Черногорию Особенно многие Кто сам на себя работает Переезжают сюда Открывают здесь фирмы Или даже получают Просто какие-то деньги И платят налоги Как физлица Например блогеры Типа тебя Инстаграм блогеры Я пока Начинающий Только блогер Но спасибо Сегодня дебют На ютубе А нет Уже не дебют Спасибо вам большое Было очень интересно Пожалуйста Еще один плюс В Черногории Возможно Многие из вас Это вы не поймут Но Для жителей Тропических стран Мы жили Да Много лет В Таиланде Есть такое чувство Необъяснимое Я даже не знал Что у меня это может Возникнуть Хочется походить В одежде Ребята Действительно Это есть Мы с Вероной Оба это почувствовали Смотрите Я сейчас в туфлях В пинджаке То есть Я могу как джентльмен Одеться В тропиках Невозможно И на самом деле Вот прям бывает Что вот Ты живешь Живешь в тропиках Вроде как Теплый океан Да Острова Вот тебе прям Хочется Одеть туфли Кожную куртку Вот запах кожи Вот этот вот Типа там Как-то выглядит солидно Я не привязан к одежде Но вот время от времени Такое желание появляется И здесь Можно Все это Всем этим заниматься Верон Стоит Если что пойдешь Вот Как бы Это один из плюсов То есть Черногорцы Любят солидно Одеваться Если ты будешь Ходить в туфлях В костюме Даже там Где-то Не знаю В магазин Это никого не удивит То есть Это один из плюсов Так Веронну тут увидела У нас Адам зафанател От вот этого товарища Вы знаете Кто это такой Это Хайзенберг Или мистер Вайт Да Адам Кстати Даже вчера Покупал Какой-то Какой-то сироп Он хочет варить мед У нас дома Он хочет варить мед Он хочет варить Какой-то специальный десерт Который выглядит Как Мед Да Ну детей надо поддерживать В начинаниях Сейчас Верона Ему Хочет Да Подарить этот фартук Я вам пока расскажу Как раз Про детей Черногория Черногория Вали на Шри-Ланке Такого уже нет Вот Я не знаю Есть ли такие страны Кроме Черногории Остались ли они Вообще Да Такие Вот я знаю Пока только Черногорию Где дети могут бегать Где угодно Сколько угодно Без телефонов Без контроля С ними ничего не случается Как бы Если вы знаете Такие страны Еще напишите мне Почему так Опять же Потому что нет приезжих Все друг друга знают То есть клановость Да Все знают всех Если по улице пойти То все скажут Адам Да Видели Вон туда побежал Сейчас у Дрюговича играет Вот там наверное уже покормили Вот Как бы Это конечно очень круто Когда ты не переживаешь Ни о ком Да Так Давай про минусы Значит Плюсы мы перечислили Минусов тут На самом деле Не так много Они не прям Что тут минусы Но Такие недостатки Скажем так Значит Первое Не через 10 пакетов Извините пожалуйста Вот Первое Так как людей Очень мало Ну вот смотрите Всего в стране 700 с чем-то 1000 человек Считается Что примерно Половина из них Живет с границей Где-то Ну то ли временно То ли постоянно Вот Города очень маленькие В Будве я говорил Население 10 тысяч В основном Города все такие Поселочки Поэтому Очень мало людей Имеют какое-то Хобби Очень мало Каких-то клубов Там Байкеров Реконструкторов Коллекционеров Пойдем в другую сторону Верон Тут Что-то сверлят Допустим Там Красят Вархаймер Собирают монетки Коллекционируют Марки Здесь Здесь практически Нету Альпинистов Спелеологов Дайверов Сёрфингов Версю Сёрферов Виндсёрферов И всех-всех остальных То есть Ну у них такой Менталитет Больше местечковый Скажем так Они любят сидеть По кафешкам Единственное Что так как они Очень крепкие Здоровые Они все Поголовно Занимаются Боксом Карате А чем там еще Футбол Они любят Очень Да Футбол Очень любят Вот Ну в принципе Вот спорт А вот Каких-то других Хобби нету С этим Что связано С этим связана Одна проблема Что так как Нету спроса Нет предложения Потому что Купить Что-то Ну допустим Там краски Или детали Для Харлея Или вот Ты шьешь Из кожи Сумки Например Да Вот мы Иногда шьем Купить нитки Иголки Там какие-нибудь Пробойнички Нельзя Просто их нет В продаже Вообще Потому что Население Особо этим Не интересуется Ну тут Тут все вместе Тут и клановость И то что Маленькие Населенные пункты Все очень Да То есть я бы не сказал Что они бедные У них есть деньги На хобби Но как-то вот Особо нет интереса Я думаю Еще знаешь Что Верон Что Ну вот у них Клан какой-нибудь Который себя У них все кланы Всегда себя считают Самыми крутыми И вдруг приходит Какой-нибудь Там Милош И говорит А я хочу Собирать Марки Ему Ему И вот там Все родственники Огромные Эти Какие дзюдоисты Городисты Говорят Ты что А дебил Здесь Мне кажется Что ты не упомянул Очень много людей У них своя земля Земли Вообще Очень много И они выращивают Всякое И вот это вот Всякое Они тоже делают То есть они Ты имеешь в виду Сады Да Я имею в виду Хобби Они вот делают Раки Например Это хобби Вино Гонят Винишко Оливки Там всякие Лимончеллы И прочее Вот обратите внимание Девушка Сантиметров на 5 Выше меня То есть она Метр девяносто один Примерно Это обычная Местная Черногорка Так Вот Значит Это один минус Второй минус Здесь Если вы Маньяки Шоппинга Мы к счастью Не маньяки Здесь серьезные Проблемы С шоппингом Вот Девяносто девять Процентов Всего Что нам нужно Купить Мы можем Купить Только в интернете Вот Понятно Что много Больших Разнообразных Магазинов Допустим Там Те же шмотки Мебель Там Что-то такое Да Здесь нет По вышеперечисленной Причине Но Собственно Сейчас уже Интернет магазины Так развиты Что Это как бы Тоже Небольшая Проблема Ну например Вот мы Я купил Харлей Новый сюда Да В Черногорию И Нам сейчас Нужны были Шлемы Вот здесь Как бы Их купить Мотошлемы Какого-то Нестандартного Размера А у нас Получилось так Что размеры Нестандартные У Верона Очень маленькая Голова А у меня Очень большая Потому что Я У меня Очень большая Потому что Я тоже умный Да Вот Здесь Это невозможно То есть Я вот В Москве Покупал Ну или Заказывать По почте Так Что еще Верон Ты знаешь Еще минусы Я знаю Еще один минус Но мне нужно Его показать Поэтому Я пытаюсь Найти Пойдем Поэтому Ты пока Расскажешь А я Собственно Все рассказал Сейчас мы Тогда Ищем Еще один Минус А ну Что здесь Цены Невысокие Все То есть Если сравнивать С той же Италией Вы видите Мы гуляем Здесь В принципе Климат Итальянский И городки Вот эти Все старинные В принципе Их Сложно Отличить От европейской Европы Прям совсем Да Не балканской Вот Но при этом Цены Допустим На ту же Аренду На еду Ниже Реально В разы Реально В разы Ниже Вон кстати Там виноградик Прям растет Я фанат Винограда Поэтому На такие вещи Внимание Обращаю Сейчас мы Поищем Минус Который Верон обещал Показать И Посмотрим Так Уже Подходим Мы к минусу Сегодня Рабочий день Мы сейчас Прошли Сколько Кафешек Местные Жители Ну вот Эти В том числе Сидят И Занимаются Бездельем Про минусы Да Есть один Очень Большой Серьезный Минус Для Не очень Высоких Людей Для Миниатюрных 52 Сантиметра 152 А это Банкомат Ну смотри Ты можешь На бордюрчик Вон Становиться И тогда Тебе Будет Видны Цифры Вот Я не вижу Что там написано На экране И во многих Общественных Каких-то Заведениях В кафе Ресторанах В туалете Зеркала Подвешены На таком уровне Что я не вижу Там вообще Ничего А раковины Покажи Какие-то Раковины Верону Вероне По шее Ну и собственно По поводу Шоппинга И одежды Мне довольно Сложно Здесь в принципе Что-то найти Потому что Мой рост Это здесь Средний рост Детей Среднего Ребенка Лет 10 В том классе Вот То есть Верона Затаривает с одеждой В магазине Когда там Акция Проходит Снова В школу А Верона Скажи Еще Помнишь Как ты Рассказывала Что Эти Они детей Десятилетних Катали на колясках А да Я очень удивилась Когда только сюда Начала приезжать Я думала Что они делают Почему они детей Там Пяти-шестилетних Катают на колясках С соской во рту У них ноги волочатся И как бы так Удивлялась А потом узнала Что им там Два года Да То есть Двухлетние дети Так как они сами Черногорцы По два метра ростом Да И здоровые Двухлетние дети У них выглядят Как пятилетние И вот Обычно Хрен возраст Определишь О смотрите Как красиво Облака нашли Вот мне за это Очень нравится Страна Что здесь Везде пейзажи Прям такие Вот удивительные И кстати Вот где-то там Деревня Целая деревня Ее купили шотландцы Вот где-то Вот там Вот они На уровне облаков Правильно Шверон Мама Говорила Что там шотландцы Все купили Да Там есть Шотландская деревня Они как истинные Шотландцы Любят быть повыше Да И Сейчас Не уверена Насчет того Что там стройка идет Или нет Но там уже все заселено Было Несколько лет назад И довольно много Людей Переезжает Да Так Ну вот вроде Про плюсы и минусы Так На вскидку Мы немножко вам Рассказали Вот Пишите вопросы Можно будет устроить Ответы на вопросы Но про Черногорию Как и обещал Будем про историю Рассказывать еще много Ну и так Мы будем на мотике Кататься теперь Будем куда-то ехать Будем все снимать Верона станет Видеоблогером Да Верон Или нет Попрощайся Всем пока Пока-пока